В Каталонии подводят итоги референдума о независимости, которому приковано внимание во всем мире. По данным организаторов, за отделение от Испании высказались 90% пришедших на участки, а всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 300 тысяч человек. И это несмотря на все попытки Мадрида помешать плебисциту, который столицы считают незаконным, каталонские власти уже подали в суд Барселоны жалобу на жесткие действия правоохранителей и намерены требовать от Евросоюза рассмотреть вопрос о нарушении прав человека. Константин Панюшкин передает с места событий. Днем урны выносили с участков с боем, вечером после подсчета голосов под аплодисменты сотен, а то и тысяч каталонцев. Как ни старались испанские силовики предотвратить референдум, судя по миллионам подсчитанных бюллетеней не получилось. За отделение проголосовало подавляющее большинство. Мы не знаем, как отреагирует испанское правительство, ведь все только начинается, но мы готовы идти до конца. В каталонском законе о референдуме говорится, что если автономия проголосует «за», после объявления результатов парламент может провозгласить независимость. Мы получили право на независимое государство. В ближайшие дни я переведу в парламент Каталонии результаты сегодняшнего дня, чтобы действовать в соответствии с законом о референдуме. Неужели еще день-другой и семь с половиной миллионов человек проснутся гражданами новой европейской страны? Не думаю, что завтра мы проснемся в другой стране. Еще многое предстоит сделать, чтобы вместе с Европой построить новое государство. Власти стран Евросоюза пока, к слову, официально не комментируют легитимность референдума, лишь публично осуждают бойни, которые силовики развязали на избирательных участках. В момент подсчета голосов по периметру площади Каталонии вновь темно-синие полицейские микроавтобусы. Вот только это МОССД эсквадра, ну то есть полиция Каталонии, в то время как антигерои воскресного референдума, испанские гвардейцы, пропали с городских улиц. Горожан расстреливали резиновыми пулями, закидывали светошумовыми гранатами. Пострадавших более 800. У кого множественные переломы, у кого сердечный приступ прямо во время штурма. Полицейские выбили дверь, все переломали, а нас они отшвыривали к стенам. Кому-то сломали нос, не менее трех пострадавших. Волна насилия прокатилась по всему региону. Разгромлены четыре сотни участков. В Жероне каталонская полиция, отказавшаяся силой разгонять земляков, чуть было не подралась с гражданской гвардией. Порой каталонские офицеры и сами попадали под дубинки испанцев. Плакали от бессилия. Живым щитом граждан в воскресенье пытались закрыть даже пожарные. Наблюдатели в ужасе от увиденного, но главное, что по их мнению они зафиксировали, так это то, что референдум состоялся, и он действительно отразил ситуацию в обществе, и он отразил изменения подходов, потому что люди, даже те, кто против независимости, они возмутились действиями Мадрида и проявили вот это свое возмущение, придя на избирательный участок, но проголосовав против или проголосовав пустым бюллетенем, таких тоже очень много. Мадрид не согласен еще до окончания подсчета голосов. Премьер-министр Испании объявил, что референдум провален. Я скажу вам то, что вы и так все знаете. Сегодня в Каталонии не было референдума о самоопределении. Мы сделали то, что должны были делать, руководствуясь законом и только законом. Но как отреагируют власти страны, если каталонский парламент проголосует за начало процедуры от соединения от Испании, не разгонять же депутатов силами гражданской гвардии. Константин Панюшкин, Владимир Гриневич, Александр Гафонов, Алина Сопова. Первый канал. Барселона.